Привет, зритель! Как твоя погода? У нас второй день дождь. Короче, я сегодня купила парочку вещей и решила, что я давно не обозревала то, что я покупаю. Как бы я не всегда обозреваю то, что я покупаю, иногда забываю, иногда мне лень, иногда я думаю, что и так сойдёт. Иногда я думаю, что я это уже обозревала, и нафиг обозревать его ещё раз и говорить. Знаете, я сегодня купила булочки, нет, я их повторила. Так вот, тут то, что я не повторяла ещё. Купила, вот у меня закончилась фигня для мытья, туалета, ванны и прочей требухи, и она будет в пустых баночках. Я решила обозреть эту фигню в пустых баночках. А это вот тоже сафлор по ходу дела, а нет, санфор. Ну, подумаешь, перепутала буквами, ставила, вообще придумала какую-то отбалдятину. Но я вот читала его в магазине именно как сафлор. В общем, санфор плюс белизна, гель, три в одном, многофункциональное средство с инновационной формулой отбеливания и удаления пятен. Можно постирать белую шмотку в тазике, можно почистить ёжиком туалет, тут остатками той фиговины, я сегодня почистила туалет. Можно даже почистить трубы. Но у меня есть чем чистить трубы, и благо мне оно пока не надо. Думаю, и не понадобится ближайшие энсать лет. Короче говоря, если только совсем уже для профилактики. Мне надо почистить ванну и немножко фиговину в раковине. Ну, в общем, надо в основном почистить ванну, и вот у меня закончилась эта фигня. Я купила она по скидке, грубо говоря, 60 рублей без 10 копеек. В сети магазинах магнит ищите вот такую фигню. Надеюсь, она хорошая, 700 грамм тут. В общем, вот такая фигня. Сейчас я гляну, как оно в телефоне-то видно. Я тут еще приближение устроила. Да, я специально села, чтобы фоном было видно ноутбук, на котором вообще эта папка открыта. А так-то там монтируется ведь это самое, с заливом. Вторая часть того, что вчера было в премьере. То, что я и так собирала без премьеры делать. Короче, если покатит, ну, как я поняла, несколько человек вроде как сказали покатит. Вот. Потом следующий ролик, где я готовлю пирожки первый раз в жизни, я освояю как премьеру. Но это уже, наверное, будет завтра или послезавтра, потому что у меня тут как-то другие еще дела имеются. И вампир как-то над душой стоит. Кто не в курсе, манго, вампир и Сен-Гоку. То, что я думала, что такое с историческим уклоном немножко, на 90% с историческим уклоном. Я думала, что она будет такая многообещающая манго. Но, видимо, думала только так. Так думала только я. Мангака так тоже не думала. Рисовка отменная, сюжета никакого. Но, тем не менее, мне ее переводить. И там еще 3,5 главы. Ну, грубо говоря, 4, потому что там я начала только 8 страниц. У меня там из 40. А еще я купила себе... У меня, конечно, есть пока чем мыть посуду. Это тот несчастный шампунь от Гринмамы из серии Дениса Зарнин, который я уже обозревала, который как бы для всех типов волос, но совершенно никакой химический. Я купила, увидела по скидке что-то так вот чисто из-за масла розы. Мне иногда так прикалывает. Это в какой-то там... Ну, где-то когда-то говорили, типа, стебом, что вот экстракт лимона в средствах для мытья посуды есть, а в какой-нибудь еде это эквивалент натурального. Тут у нас чистота и нежность сорти, нежность рук, масла розы. 29,90, грубо говоря, 30 рублей без 10 копеек. Сейчас я зевну. Тут 470 грамм. Вообще, как бы я на той квартире последние сколько-то там месяцев или полтора или два года мыла этой горчичкой в основе или мылом самопальным. Даже делала как-то еще в той квартире. Тварь, значит, этой золы. Типа щелок смешивала его как-то эксперимент ради. С порошком горчицы, оно отменно отмывало и плиту, и все, что можно. Я думаю, даже ванну бы могло отмыть. Но у меня как бы есть, я привезла из деревни с последнего своего бытия там золы, но я ее еще не просеивала. И как бы у меня еще есть те фигни, которые, ну, шампунь такой, которым голову не помоешь. Им можно помыть посуду. Кстати, посуду отличному, в отличие от волос жирных. А это я уже купила так, наверное, на прозапас. Или на случай, когда ко мне приходит иногда одна подруга в гости, она не умеет мыть посуду чем-то иным, кроме вот таких средств. Я не знаю, как она вообще дома справляется. Потому что раньше, допустим, мыли посуду каким-нибудь мылом хозяйственным. Вот у меня подруга, когда была в положении, и потом первые дни, годы, может, до сих пор сейчас, она, когда была в положении, она мыла посуду именно, ну, в смысле, беременная была. Именно хозяйственным мылом. Вот как та вообще бы справлялась без понятия совершенно. В общем, вот такое вот. Производитель нам отбищает особую густую формулу, отлично справляющуюся с жиром и помогающую сэкономить семейный бюджет. Семейный бюджет, семья в лице Лёри. Да, ещё кот иногда там бывает. Вот не было бы кота, был бы вообще экономный семейный бюджет. Кот столько жрёт, иной рад больше, чем хозяин. Ну да ладно. Ещё мне вчера в премьере написали в чатике, что я спасла жизнь коту. Ну типа, если, оказывается, поверье такое, если берёшь котёнка на раздаче, ну там вообще за спасибо, но так как люди приучили котёнка к туалету ходить, то я решила, что как-то это не кошерно за спасибо. Я шоколадку людям снесла, ещё пришлось уговаривать, чтобы взяли. Так, благородный аромат розы подарит вам приятное ощущение в процессе мытья посуды. Масло розыск мечет, омолаживает кожу, а также повышает её упругость и эластичность. В общем так, если у вас старая кожа на руках, купите ей вот это средство. Вот ничего другое ей не поможет, только вот это средство. Ещё учитывая, что большинство людей, ну может ладно, одна треть, ну часть людей моет посуду в перчатках резиновых. Там вот эта кожа, точнее это масло через перчатки прям вот проникнет и омолодит. Всё, что можно. 7470 грамм, мне так сказала. Не физкосметика, кажется, это производит. Вот, сейчас увидела. Я думала, это кто сорти. Я знаю, что была раньше капля сорти и просто сорти. Видимо эти сорти были разными, но я не знала, что её не физкосметик производит. Там вот такая вот маленькая голодграммочка, точнее рисовочка такая. Вот. Надеюсь, там видно. Если не видно, включите этот самый, ну не знаю, очки оденьте. Лупу возьмите. В общем, вот такой у меня обзор. Всем спасибо за просмотр. Если вам интересны ролики, типа вот новинка такая на ютуб, доступна немногим, только тем, кто скомпаяет. И то, не знаю, как многим-немногим, но у меня она почему-то доступна, внезапно стала. Внезапно была, внезапно появилась. Вот как только появилась, сразу доступна стала. Если вам интересны ролики, типа стрима, где вы можете вместе со мной смотреть то, что я засняла. А прошлый-то ролик я отмонтировала не глядя. Чисто слепила из того, что было. Потому что вот на эту камеру, если в широкоформатном полосном формате, вот этом, АВИЧи, вот, а там оно пишется как бы по 10-12 минут, но кусочками оно так вот. На камеры можно монтировать, но я пока что-то еще не лазала в эти настройки, только тестово как-то залезала. Ну, в общем, или можно в самой этой Соньке. А так, в Мавовину, ну, оно сливается, сливается, сливается. Если без переходов, то просто залепила и выложила. В общем, вчера я смотрела ролик, правда, получилось так, что меня отвлекали, поэтому, как бы, ну, не сложилось так, сложилось, что отвлекали. И я его все-таки до конца не осилила, в общем. Так что, если вам интересно посмотреть вместе со мной то, что я освояла, и при этом обсудить это в чатике, чатик остается, видосики можно его открыть. Рядом, когда уже вот не посмотрели вы, к примеру, а позже пришли на ролик. А можно закрыть. Ролик остается, как и весь прочий контент на канале. Я думала плейлист отдельный сделать с премьерами, если что, потом покатит. А пока он у меня, вот каждый ролик, вот одиннадцатый ролик, он у меня там в определенном плейлисте висит. Вкусная и полезная пища. Короче, если вам интересно, то на днях, я даже постараюсь, может быть, за несколько часов, также выложить это там, как стримчик бывает, такая же вот страничка, типа, ожидайте через такое-то время, будет такая-то фигня с напоминанием, и колокольчик у вас там прозвонит. Не знаю, звонит он там или просто в заповещение приходит. Ну, а еще... Че еще-то сказать? Вот я сейчас смотрю прямо в камеру. Да, вот я тупо вот смотрю вот в эту вот хренотень. Вот этот глаз камеры, кружочек этой камеры. Это для тех, кто любит смотреть, когда другие смотрят в камеру перед тем, как снять что-то, или во время съемки. Ну, и че еще хотела сказать там... Да, там можно затонасить, но, конечно, мои зрители вообще как-то это не любят. В том плане, этот суперчат делает, что типа... Ну, а вообще этот суперчат, по-моему, без полезняк. 30%, если не больше, Ютуб себе захапывает. А человек получает вообще какие-то там... Капейки, наверное, 70% скорее всего Ютуб захапывает, и 30% получаете вы. К бонусам, к тому, что накапало за просмотр рекламы, и когда-нибудь оно наберется до 100 баксов, и мне выплатиться на эту Рапиду или еще куда-то. Но это так. Короче, там можно закрепить сообщение, как красиво, как в чатике, трансляции. То бишь стрива. Можно просто общаться, можно также попутно писать комменты, и это все в прямом эфире. В общем, если вам интересно, то на днях такое будет. Даже если вам не интересно, оно все равно на днях будет. Но тем, кому интересно, типа welcome to hell. А теперь всем спасибо, и всем пока!